Соседство этой многоэтажки с магазином для местных жителей обернулось бессонными ночами. Магазин работает круглосуточно, причем, говорят, в темное время суток покупателей гораздо больше, чем днем, и зачастую под окнами скапливается толпой людей. Вот сейчас такая духота, окна открыть невозможно. Все вот это гудит, гремит, это ужас какой-то. Две недели назад вот здесь убивали парня, в пятом часу утра. Потом орут, вы что делаете, вы его убили, его просто за руки схватили и отволокли. И вот это каждую ночь. Корень зла, считают местные жители, кроется в местном магазине. И до, и после 23.00 здесь свободно можно купить алкоголь, не отходя далеко от кассы, здесь же его и распивают. У нас много детей занимается очень. То есть у нас хип-хоп преподают для деток. Естественно, стараемся обеспечить, ну не только, чтобы внутри комфортно было, безопасно, но и снаружи. А вот летом, вот особенно летом, у нас какая-то проблема появилась. То, что на самом деле работает магазин круглосуточно, продают спиртное. Мы с утра приходим, постоянно бутылки, то есть вплоть до того, что приходится приходить за час, чтобы привести в порядок территорию. Мы с вами ходили, заведующие разговаривали, предупреждали, что так и так. У нас, допустим, где пьют, там и нужду справляют, что пьянки, крики. Она говорит, это мой хлеб, это мои деньги. Мы наняли дворника, чтобы он убирал вот здесь. Мы наняли охрану. Как торговали, так и мы будем торговать. Наша съемочная группа подъехала к магазину в начале 12 ночи. За пять минут мы насчитали не менее двух десятков человек, выходящих из торговой точки с пивными бутылками и банками. Хотя, по закону, продажа любых алкогольных напитков запрещена с 23 часов до 9 утра. Сейчас на часах 23 часа 15 минут. Как мы видим, у магазина настоящий ажиотаж. Действительно ли продают там алкоголь после 23.00 или нет, мы убедимся на собственном опыте. Внутри магазина масса народа, и это в будний день. На кассе пробивают товар, похожий на бутылку водки. Рядом наливают, предположительно, разливное пиво. Прямо перед нами кассир упаковывает в пакет бутылку пива. Купить алкоголь не составило труда. Вот, пожалуйста, банка Амстала. Пиво. 4,6 оборота. К нему коробок спичек. Судя по чеку, за 49 рублей мы купили спички. Пиво – это подарок купленному товару. Таким образом, предприниматель старается обойти закон. Правоохранители хорошо знакомы с этим магазином, но владельца неоднократно налагали штрафы от 1,5 до 30 тысяч рублей. Только с февраля этого года было составлено 7 административных протоколов. Протоколы составлялись как в отношении руководства данного магазина, так и в отношении продавцов, которые продавали продукцию, как и несовершеннолетним, то же самое. Все эти копии протоколов были направлены, как я сказал, выше, для решения вопроса о приостановлении лицензии по торговле. Также информация направлена в прокуратуру города Благовеческа для принятия мер прокурорского реагирования. В городской прокуратуре пояснили, что уже направили иск в суд, но решения пока не было. В Министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства, где ведают вопросами лицензирования, сообщили, что постоянно получают жалобы на этот магазин. Но лишить их лицензии пока не позволяет несовершенство законодательства. Продает спиртное индивидуальный предприниматель, а лицензия выдана обществу с ограниченной ответственностью «Север», которая предоставляет алкоголь в качестве подарка к товару, купленному у предпринимателя. Потому, пока за продажу алкоголя в неустановленное время возможно лишь штрафовать предпринимателя. Так что местным жителям остается только ждать и по-прежнему слышать под окнами крики в ночи. Антон Сильвойник, Анна Краснобаева, Евгений Налабордин, Александр Рассказов, Альфа-Новости.